Полет Юрия Гагарина повлиял на развитие всего человечества, в том числе превратил астрономию из теоретической науки в практическую. Об этом ТСВ рассказал главный астроном страны Александр Вахристианг. Для астрономов очень важен день космонавтики, потому что астрономия из такой пассивной наблюдательной наукой стала экспериментальной. У нас появились специализированные обсерватории, их уже дюжина летает на орбитах Земли. То есть наблюдения стали всепогодными. Так мы зависим от атмосферы, от ураганов, от циклонов, от облачности. Там же у нас вакуум, безвоздушное пространство, ну, конечно, условно говоря. На космических данных сегодня базируется множество сфер человеческой деятельности, от мореплавания до медицины. К примеру, на борту МКС вырастили белки коронавируса, чтобы изучить их и создать лекарства против ковида. Сейчас в космос стремится туристическая индустрия. В Ихристенко считает, что полеты на Луну станут доступнее, если для создания космических туров объединиться несколько стран. Все эти полеты очень дорогие, они требуют консолидации усилий нескольких стран. Вот быстрее всего орбитальная станция Луны и первые поселения, модули на Луне, они будут совместные российско-китайского производства. Вот такие договоренности, насколько я знаю, есть. И я надеюсь, что как раз в 2025-2027 год это будет осуществимо. Ну, а все остальные желающие смогут полотре выигрывать полеты в космос, хотя бы делать суборбитальные полеты, когда, знаете, вышли в космос, пять минут невесомости и потом воспоминания на всю оставшуюся жизнь. В ближайшее столетие, по прогнозам эксперта, будет посвящено активному освоению Солнечной системы. Это станет возможным благодаря появлению новых технологий. В России, например, создают ракетные двигатели на основе ядерных реакторов.